В борьбу за 5 место чемпионата России по волейболу вступили 4 команды Заречья-Одинцова, Сахалин, Протон и Краснодарская Динамо. Три игровых дня в каждой по 2 волейбольных встречи. В таком напряженном ритме игрокам предстоит выяснить, кто войдет в пятерку лучших команд Суперлиги сезона 2016-2017. Стартовый матч Одинцовского Заречья с командой Сахалин начался с поздравлений. Женская волейбольная команда Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата России в молодежной лиге. Награды девушкам вручил почетный президент Всероссийской Федерации волейбола Валентин Жуков, президент Московской областной федерации волейбола Игорь Наумов и генеральный директор волейбольного центра Московской области Сергей Таиров. Лучшим Либера была признана Александра Аганезова, а лучшим блокирующим Елизавета Котова. Стартовый матч второго тура финала чемпионата России Одинцовское Заречье провело с командой Сахалин. Поначалу лидировали гости, однако зареченки смогли наладить игру и после технического перерыва переняли инициативу. Преимущество в четыре очка подопечные Вадима Панкова смогли удержать до середины партии, а после и вовсе отрывались от соперниц. Волейболистки грамотно действовали в атаке, слаженно работал блок. Первая партия осталась за Заречьем со счетом 25-15. Второй сет вновь открыли гости. Заречья попыталась сломить напор соперниц, но последовали ошибки, которые исправлять пришлось уже в финале партии. Игрок Сахалина Людмила Хабибулина отыгрывается от блока и команда выходит на сетбол. Зареченка Ангелина сперскает и выравнивает счет, правда, ненадолго. Гости вновь атакуют. В итоге 24-26 в пользу команды Сахалин. Здесь самое главное – воля к победе. Не переломятся, значит, они выиграют. Я надеюсь, что они все-таки возьмутся крепко за то, чтобы выиграть. Вторую партию проиграли по-глупому. Я думаю, что выиграют. Ну а почему со второй партией не справились? Расслабились. Девочки расслабились. Подумали, что на пять очков впереди. Думали, оно автоматом пойдет. Но не пошло. Может, зрители плохо болеют? Не знаю. Может, а поактивнее поддерживаете? Ну, у нас же всегда народ виноват. В третьей партии завязывается равная борьба. Команда по перемену лидирует, но в концовке сета преимущество на стороне гостей. Четвертая партия проходит на повышенных тонах. Зареченки стараются переломить ход встречи. Атаки Ангелины сперскать и позволяют хозяйкам вырваться вперед и выиграть второй очко. В решающей пятой партии чувствуется нервозность. Ни одна из сторон не хочет проигрывать. Отсюда ошибки и неровный рисунок игры. Но родные стены и поддержка болельщиков позволяют Зареченкам собраться силами и сделать финальный победный рывок. В итоге 3-2 по партиям в пользу Одинцовского клуба. Впереди у Заречья встреча с Краснодарским «Динамо» и командой «Протон» 12 и 13 апреля. Начало матчей в 19.00. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.